Добрый вечер. Я хотел бы начать с того, что тема Древней Греции и Древнегреческих мифов очень часто возникает на моих лекциях. Например, в том отрывке, который вы сейчас увидели перед лекцией, это отрывок из курса прошлого года, посвященный рождению философии в поле древних мифов. Там как раз потребовалось упомянуть множество из них. В частности, для того, чтобы рассказать о семиотической теории появления субъекта в важнейшем философской категории, я рассказывал про Одиссея, про его путешествия и про многие сопутствующие обстоятельства. А вообще, на протяжении уже многих лет моих рассказов и лекций неоднократно возникают различные упоминания того, о чем знали древние греки. Например, когда я рассказывал про Кинг-Конга, я почему-то рассказал про Амура и Психею. Как-то так сложилось. Или необычайно интересная тема, которая связана с Эдипом. И рассказывая про Эдипа, я упомянул о том, что этот миф лежит в основании вообще европейской культуры. Тут же возник вопрос. Это почему? Как это понимать? Мы все действительно, что ли? Может быть, мы все Эдипы? Нет? Нет, нету. Хорошо, разберемся, попытаемся. Вот. Ну или, например, когда, опять-таки, несколько в другом контексте я рассказывал про появление, различные терминологические трудности, связанные с искусством. Я упомянул фильм «Братьев Коэн», «О, где же ты, брат?» А там опять история Одиссея, и Джордж Клоне как раз его самого и играет, правда, уже в современности. Ну а когда, значит, возникают различные теории уже 19-го, начала 20-го века, очень важна такая тема, как Аполлон и Дионис, Аполлоническая и Дионисийская, Ницше и так далее, и так далее. Это важнейшая вообще, важнейшая оппозиция для того, чтобы объяснить, что такое творчество. Опять потребовались нам мифы. Когда я рассказывал про Жака Деррида, то Деррида очень в одном из интервью очень интересно пересказал миф нарцисса и эха. Тоже, наверное, студенты, которые будут смотреть записи, они обязательно это увидят. Ну и совсем недавно в лекциях прозвучала тема окаменения, связанная с Персеем и Медузой Гаргоной. То есть это далеко не всё, то есть можно их и перечислять, и перечислять. Но я уже говорил, что лекции, которые я читаю в этом году, они привязаны последовательно к лекциям прошлого года. Я мог бы добавить к ним, к предыдущим мифам, которые я уже упоминал, как иллюстрации различных теорий, ещё новых. Но мне хотелось бы несколько, как бы вот с другой стороны, что ли, подойти. Не количество увеличить, а вот качество изменить этих разговоров. Но как бы ни пришлось оказаться в такой ситуации, когда слишком глубоко. Зашли куда-то, и не понимаем, как оттуда выбираться теперь. Поэтому я хотел бы для разгона, ну, всё-таки упомянуть какие-то несколько ещё интересных фактов. Небольшую такую коллекцию других подробностей, которые, может быть, нам понадобятся, или просто нас подготовят к более серьёзным разговорам. Ну, прежде чем я это сделаю, упомяну замечательного Бертрана Рассела, который в начале своей истории западной философии, у него просто такой гимн древним грекам. Вот я открою, давайте я открою карту Древней Греции, которая уже неоднократно тоже была показана. Она удобная, здесь всё хорошо видно, как у них было устроено. Что это маленькая страна, тем не менее, в ней очень много чего происходило. Так вот, прям первые слова из этой книги Бертрана Рассела, он говорит, что во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Он говорит, что и у других народов, которые грекам предшествовали, у них, собственно, всё уже было. Только греки, может быть, совсем мало добавили к тому, что было, ну, скажем, научившись у египтян, и вдруг это совершенно на другой уровень перешло. Рассел говорит, что всем известно, что они там сделали в искусстве и музыке, но ведь это произошло удивительно, они изобрели математику, науку и философию на место простых летописей они впервые поставили историю. И вообще они стали свободно рассуждать о природе мира и о целях жизни, чего до них, собственно, не было. Этой свободы до них не было. Субтитры создавал DimaTorzok